Актуальные темы и ответы на нужды людей Упоминал о спецах в экзогетике, которые предполагают, что до сих пор все приходят в церковь, просто умирая от нетерпения узнать, что же случилось с хитеями. Некоторые проповедники думают, что людей все, что интересует в церкви, это что же случилось с хитеями, и они по этой причине приходят в церковь. Я не думаю, что многих людей это интересует. Гомеры, хомеры, динары и прочее, и что случилось с хитеями. Их интересует, что нужно делать сегодня. И об этом говорил Иисус Христос. Помните, как Иисус актуально проповедовал. Он говорит, Дух Господен на мне, помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И Иисус говорил что-то очень актуальное, близкое. Люди слушали, и они умилялись. Это было то, что им нужно было в данный момент. Он говорил о том, как вести себя с братом, как прощать. Он говорил о том, как жертвовать. Он говорил, где собирать сокровища. Он говорил о том, как любить и уважать других. То есть, настолько у него было конкретное, ясное и четкое применение. Он говорил о самых насущных нуждах людей. Неудивительно, что народ слушал его с радостью. Если прочитать проповеди великих проповедников, они тоже так пользовались применением. Скажем, иногда даже до конкретных доходило советов. Например, Весли проповедовал, Джон Весли об одежде. Пусть ваше одеяние будет серьезным, неярким, не воздушным и кричащим, не ультрамодным. Эти простые правила могут быть применимы к материалу вашей одежды и к тому, как вы ее носите. И дальше он советует не покупать бархат, шелк, ничего такого, что служит украшением или модным. Не носить яркую и пеструю окраску, не быть кричащим и так далее. То есть, самые простые вещи, конкретные, пытался применить в жизни. Метод одного проповедника был следующим. Рассказывает о методе Гарри Фосдика. Вот он обычно так делал. Он устанавливал внимание на какой-то проблеме или обращал внимание на какую-то проблему. Допустим, пьянство. Говорил, есть проблема. Второе, он говорил о том, как мир пытается решить эту проблему и как эта проблема не решается. Или, скажем, проблема в семье. Как решает мир? Разведись. И он говорил о том, какие проблемы решения мира. Третье, он говорил о том, что Библия говорит. И четвертое, что нам нужно делать. На основании Библии достичь духовного роста. Что сделать? И вот здесь хорошим было такое применение актуальной темы. Он брал актуальную тему, которой страдали люди. Скажем, там, поиски богатства, стремления к чему-то. Потом показывал, как мир решает эту проблему. Больше, больше, больше. И он показывал, как Христос решает эту проблему и что нужно делать нам. Ну, самые актуальные темы можно найти в Библии. То есть, если вы хотите найти актуальные темы, вот, читайте Библию. Почитайте книгу Экклесиаста. Книгу Песни Песней. Нагорную проповедь. Берешь, что не стих, актуальная тема. Самая актуальная. Вот и таким образом, вот если мы будем ярко, четко, понятно проповедовать Библию, у нас будут хорошие, актуальные проповеди. Итак, братья, следующий пункт, как сделать проповедь актуальной. Это использовать современные события, происшествия или факты. То есть, связать проповедь с актуальными событиями или происшествиями из жизни слушателей. Мы можем вспомнить Христа, когда он откликнулся на трагедию, случившуюся с Галилеянами. Помните? Или помните, когда вдова пожертвовала две лепты, Христос сразу же, можно сказать, произнес проповедь об этом. Сказал, по учению какой-то вывез, связь. Апостол Петр в день Пятидесятницы, прежде чем начать проповедь, тоже привлек внимание слушателей таким образом. Или когда хромой исцелился, помните? И апостол Петр сразу связывает это с проповедью, проповеди своей. Вот он исцелился, сила Господня явилась и начинает проповедовать. Мы помним апостола Павла, знаменитая проповедь, записанная в Деяниях 17 главе. Апостол Павел начал с жертвенника неведомому Богу. По всему вижу, что вы люди набожные. Ибо проходя там я увидел жертвенник и так далее. И люди сразу заинтересовались. Сразу заинтересовались. Мы начинаем с чего-то, что может привлечь внимание слушателей. Вот так, кстати, часто делает Билигрен. Да? У меня вопрос по этому поводу. Вот апостол Павел, ну как, не лукавил, а можно так сказать, что вот, ну, не совсем честно он так сказал, что я... Да, фактический ход применил. Да, фактический ход применил, когда сказал, что я по всему видно, что вы люди набожные. Вот как его слова понимать? Это можно воспринимать как, не знаю, может быть, это же не лукавство. Ну, я думаю, что здесь набожность лучше передать словом религиозность. То есть, не в том смысле, что они святые люди, а в том, что они религиозные. То есть, люди, которые стремятся к какой-то религиозности, к богам, поэтому у них много идолов. Хотя здесь, безусловно, элемент такого... Хитрости, может быть. Скорее всего, сарказм. Внимание, может быть, даже не сказать лести, но, может быть, мудрости такой, в том, чтобы привлечь внимание. Вы действительно люди религиозные. Но заметьте, он начал с этого, но он потом им сказал, что бог не в этих камнях, и бог не в рукотворенных храмах живет. Он потом раскрыл их глупость безумия, поэтому они смеялись. Но он просто начал. Но здесь есть элемент такой, ну, может быть, сарказма даже и иронии какой-то. Вот вы люди набожные, хотя бы истинно не верите. То есть, в наших проповедях это допустимо, да? Вот если, допустим, таким вот методом идти. Я думаю, что такое благородное, красивое и доброе отношение к слушателям, ну, которое не переходит в какую-то явную лесть, но такое доброе, возможно, когда мы к людям хорошо обратимся, когда мы их поблагодарим, когда мы что-то хорошее о них скажем. Вот это прилично и красиво. Отдать должное людям. То есть, красивое обращение, благородное, доброе к людям, я думаю, это будет хорошим. Я думаю, что можно это делать полезно. Я вспоминал Билли Грэмма. Билли Грэмм часто упоминает какие-то современные методы. Кто-то сказал, что если взять проповедь Билли Грэма, можно сразу понять, когда она произносилась. Потому что он процитирует какой-то случай, который был в той-то газете записан, или в той, или там произошел. Какие-то случаи, происходящие в жизни, новости. И он всегда это использует. Поэтому у него даже ясно, когда он говорил эту проповедь. И актуальные, какие-то актуальные происшествия и факты, то, о чем люди спорят на улицах, о чем говорят, они привлекают внимание. И потом, когда люди опять же сталкиваются с этим, они могут вспомнить проповедь. Конечно, Бог нас призвал, один брат когда-то говорил, что Бог не призвал нас проповедовать о терактах. Вот там случился теракт, мы сразу начинаем. Вот как жизнь человека коротка и так далее. Мы об этом и не проповедуем. Посмотрите на апостола Павла. Вот он начал говорить о этих богах афинских. Но он буквально несколько слов об этом сказал. Он мог бы долго говорить о том, у вас такие боги, вот такие. И он мог бы рассказывать обо всех, как он знает хорошо вот этот афинский пантеон, всех этих богов. Он не стал об этом говорить. Буквально минутка, и он сразу же перешел ко Христу. И вот я думаю, когда мы говорим о каких-то известных событиях, скажем, когда мы говорим о выборах, происходят выборы в стране. Ну ясно, мы тогда можем сказать проповедь на тему выбор. Мы готовили план. Но мы не говорим долго о выборах. Для нас выбор это только зацепка. Схватили человека и начали говорить о Христе. Минутка какая-то, полминутки. Вот проблема, когда мы начинаем увлекаться, когда мы начинаем пересказывать и рассказывать все новости. Ну да. То есть проповедь может стать для людей способом узнавать свежие новости. Пришли, а узнаем. Все же проповедник уже все это знает. У меня просто такой случай был знакомый, когда в Беслане теракт был. У меня там друзья, много друзей. И я спрашивал, как вот, как звонили, спрашивали, там Мурас, как вы там живете, что, ты знаешь, говорит, этот теракт послужил поводом к любви. Я говорю, каким образом? Тем, что христиане Беслана обращают террористов. То есть, ну как, очень много проповедей про прошло о прощении, о том, что христиане прощают террористов. Сын погиб там, или дочь погибла, или что. И вот именно этот теракт, он послужил, как, ну я не знаю, очень много людей покаял. Как зацепка, как повод. Да, повод, зацепка, и что христиане простили, не пошли мстить, ничего. Так было, даже первое время, скажем, в Америке, после теракта 11 сентября, сразу все церкви наполнились. Правда, потом опять чуть-чуть опустили. Прошло время, люди успокоились, а, все нормально идет, жизнь продолжается. А в такие случаи всегда людей стимулируют как-то, когда что-то происходит. Даже вот во время кризиса, сейчас такой, ну, кризис экономический, глобальный, и в некоторых случаях замечено, что люди стали больше жертвовать. То есть, как бы коснулось, а что будет? Они поняли, что деньги это все временно, ты вложил их, потерял, так лучше ли может быть Богу отдать, чтобы не потерять. И часто это влияет на людей. это хорошо использовать такие вещи. Итак, современные события, происшествия или факты. Ну, то, что происходит в жизни, служит зацепкой для нашей проповеди. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok